Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Текущий ремонт энергоблока номер 3 Смоленск АЭС в самом разгаре. Вообще производственные системы направлены на сокращение времени протекания процессов. Администрация Десногорска начинает пользоваться методологией производственной системы Росатома. На самом деле это прекрасная возможность увидеть наших ребят, увидеть, как они общаются, увидеть, как они вовлекаются, увидеть, как они сплачиваются в единую команду. Молодые атомщики Смоленск АЭС и акционерного общества «Атомпроект» провели соревнование «Мультигонка». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня 19 929 мегаватт, что составляет 101,9%. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил исполняющий обязанности главного инженера предприятия Вадим Юрьевич Скирда. В работе два энергоблока, первый и второй, суммарная нагрузка за 2013 мегаватт по блокам 1004 на 1009. Блок номер 3 в текущем ремонте в соответствии с графиком. Выработка электроэнергии за 28 дней августа составила 1,73 миллиарда киловатт-часов. Что превышает плановое задание на 39 миллионов. С начала года выработка составила более 15,92 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана 1,3 миллиарда. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 18 августа в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным акционерным обществом концерн «Росэнергоатом», энергоблок номер 3 Смоленск АЭС выведен в плановый текущий ремонт. В настоящий момент выполнена уже большая часть запланированных работ. Коллектив станции и генеральный подрядчик «Смоленск АЭС» взяли на себя повышенное обязательство – закончить ремонт за 20 суток, оптимизировав целевые показатели на трое суток. Как подчеркнул директор Смоленск АЭС Павел Лубенский, оптимизация срока ремонта – одна из приоритетных задач, решение которой позволит атомной станции сохранить положительную динамику по выработке электроэнергии и достигнуть целевого ориентира, установленного концерном «Росэнергоатом». Залог успеха – ответственное отношение к работе, оборудованию и системам, строгое соблюдение инструкций и правил охраны труда. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. По гидравлическим испытаниям планируем провести гидравлические испытания уже в понедельник на следующей неделе. По поводу выполнения задач коллективом Смоленской станции и подрядной организации самое важное – это вовремя сделать все запланированные объемы работ с надлежащим качеством. Более 50% успеха любой ремонтной компании – эффективное планирование и грамотное распределение ресурсов. Еще на стадии подготовки к текущему ремонту на атомной станции были открыты два ПСР-проекта. Сокращение сроков ремонта подогревателей низкого давления ТГ-5 и оптимизация ремонтных работ энергоблока номер 3 Смоленской С в 2017 году. Их реализация направлена на повышение производительности труда, качество работы, сокращение производственных и непроизводственных потерь. Как рационально использовать временные трудовые и финансовые ресурсы, по примеру, Смоленск, КС и других предприятий атомной отрасли, 25 августа изучал коллектив администрации Десногорска. Семинар, посвященный базовому курсу производственной системы Росатома, провел ведущий инструктор учебно-тренировочного подразделения Михаил Шамшурин. На семинаре познакомились с историей культуры бережливого производства, философией и принципами ПСР, видами потерь, системой эффективной организации рабочих мест 5С. Разобрались в том, что такое картирование и стандартизированная работа, как с помощью правил «5 почему» и метода «одна за одной» погрузиться в суть проблемы, выявить причинно-следственные связи и принять эффективные меры для разрешения ситуации и исключить ее возникновение в будущем. Главный акцент во время тренинга сделан о том, что может дать применение методологии производственной системы на рабочих местах. По словам тренера, поначалу человеку непосвященному сложно понять, как действует ПСР, но позже становится очевидным, что везде идут одни и те же процессы. И неважно, промышленное это предприятие или нет. Вообще производственные системы, они направлены на сокращение времени протекания процессов. То, что у каждого человека есть свои задачи, обязанности, и чем быстрее, качественнее и лучше он их делает, тем лучше всем окружающим. То есть здесь как раз вступает в силу взаимоотношения поставщик-заказчик. И вот именно такие примеры с производственной системой Росатома, то есть будь то применение системы 5С или борьба с потерями, то есть вот такие примеры пытаемся донести до работников администрации. После тренинга коллективу администрации предстоит определить текущее состояние на каждом рабочем месте, в комитетах и в целом в системе управления поставить цели, подготовить план улучшений, а затем реализовать намеченное. Например, планируется оптимизировать документы оборот, достичь максимальной доступности информации для граждан, сократить время ожидания в очереди на прием главе Десногорска. Ожидается, что уже в 2017 году будут получены первые результаты, направленные на повышение качества муниципальных услуг. В настоящее время ПСР разворачивается во всех дочерних обществах концерна Росэнергоатом и подрядных организациях, действующих в Десногорске. Внедрение бережливого производства в администрации нашего муниципального образования, я думаю, даст хорошие результаты по формам общения нашим с жителями, для их удобства, для того, чтобы... Мы будем стараться для того, чтобы нашим жителям было комфортно приходить в администрацию, им уделялось то внимание, которого они заслуживают, и в то же время это не мешало работе непосредственно специалистов в администрации. Мультигонка 26 августа в Десногорске на территории комплекса «Скалодром» состоялось третье спортивное состязание среди атомной молодежи отрасли «Мультигонка. Единая команда». Мультигонка – это мероприятие Совета молодежи, а вот энергопроект, то есть это была наша идея создать такое мероприятие, в котором могли бы поучаствовать именно в спортивные качества, свои развить, выехать на природу, пообщаться именно... В основном молодежь, но и не только, то есть активные люди, общество, все сотрудники, в принципе, желающие, которые готовы там поучаствовать именно в спортивном плане. Поэтому это, в принципе, для всех, но организовывают молодежные движения нашего общества. Тут приезжают настолько разные люди с разных городов, с которыми нам нужно общаться для того, чтобы поддерживать наш общий Росатом, Росэнергоатом, горизонтальные связи для дальнейшей работы нашей профессиональной деятельности. 70 молодых работников атомной сферы в смешанных командах соревновались в спортивном ориентировании, волейболе, преодолении полосы препятствий, стрельбе из пневматических винтовок, скоростном подъеме на отвесную стену и других видах спортивных состязаний. Опытные судьи Александр Михайлов, представитель электрического цеха «Смоленск-АЭС» и Михаил Семкин, представитель войсковой части 36-78, сопровождали каждую команду по сложнейшей трассе. Вся дистанция проходит на естественном рельефе, то есть есть где упасть, и все-таки техника безопасности у нас на первом месте. Все будем жестко отслеживать и строго судить. Главный приз за победу мультигонки с результатом 41 минута 7 секунд получила команда номер 8, в которую вошли Сергей Первушин и Андрей Павлов из московского филиала «Атомэнергопроект», Юрий Антонов из Санкт-Петербургского филиала «Атомэнергопроект», Евгений Кальченко из «Смоленск-Атомэнергоремонт» и представительница «Смоленск-АЭС» Евгения Кальченко. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск-АЭС». С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленск-АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова